всем доброе утро наше утро начинается с растопки печки я ешь заложила уже все горит все не знаю тут короче не видно как горит но я надеюсь вы не тут сейчас теперь почистить надо ее зал и он полным полно вот сейчас почищу а так у нас сегодня куча дел на день значит нужно почистить снег снегу выпала целая куча я пока на работу ходила снег не чистила надо что-то кушать сварить господи причесом у меня конечно же мама дорога глазки все отекшие сальцев через бабушка или вот значит нужно у куриц попробовать затопить ну короче я там потом покажу вам там печка такая у меня взять сварил печку как же мне прямо то я страшная при страшная взять сварил печку из баллона из газа вот и они на отработке ее топили там свечу делали какую-то короче будет сегодня эксперимент у меня во всяком случае будет эксперимент но люди уже такой для многих это уже не давно не эксперимент у меня эксперимент вот ну короче все покажу надо будет набрать угля там все завалило снегом углярки у меня нету вот надо будет набрать угля короче забота много выходные дни и дня отдыхает у нас сегодня мороз 18 градусов был ну во всяком случае по телефону так как на как на самом деле не знаю ну прохладно так сейчас значит поставлю чайник печку затопила почищу что-то кушать надо сделать но я не буду кушать до 12 бабушка что-то надо ей может быть гренок пожарить вот ну короче вот так так вчера забыли занести собачью еду бабушка короче у меня варит большими партиями по партиями большой кастрюль варит ему а потом по ведеркам вот таким вот раскладывает и на улице выносит вот она замерзла вчера забыли занести вечером я поздно приехала с города ну короче закрутились и забыли и сейчас вот поставила на батарею чтобы она растаяла маленько до горячей водой потом бабушка разбавит и будет его кормить а сейчас еще хотела показать то убирается возле печки вот таким же крылышком скажите пожалуйста я это моя бабушка я ей уже купила и вот ну не ей себе тоже и вот такую вот щетку подметать ой сколько залы здесь летает нет есть все равно вот это вот крылышко нравится и все хоть тресни и вот она метет постоянно этим крылышком но откровенно говоря конечно удобно единственное что как-то ну не знаю но хотя и от этой тоже целая куча пыли ну зала есть зала ничего не сделаешь да от нее в той больше пыли зала есть зала это не уголь но это это угольная зала от нее как бы печка я не знаю это конечно нужно вот чтобы выдвигались вот ну так зонник был не вот такая обычная необычная вот дверка а зонник чтобы был с ящиком тогда вот у нас бани с ящиком у нас очень там у нас чище в бане чем дома возле печки вот потому что там зонник вот он выдвигается с ящиком вытащил ящик еще хорошо когда два ящика то есть 11 я ну то есть печки другой ты вытащил и поставил его на улице там чтобы она остывала так далее здесь же еще зала когда она горячая она еще парит не парит а вот эти вот летит она же легкая вот и короче говоря короче все рассказала про печку зачем то интересно вам эта информация очень надо что-то кушать на завтрак ну решила я я вам уже говорила да что гренки хотела делать я стараюсь хлеб не кушать либо если я кушал хлеб то я какой-то там малоуглеводные ем это в основном какой-нибудь ржаной что-нибудь такое бабушки покупаю вкусный как она говорит ей белый высший сорт какой-нибудь такой либо лаваш последнее время она у меня перестала кушать лаваш и вот короче говоря остался себе его порежу на и попробую хорошо спасибо сейчас нам не пост положи сюда я ее сейчас это в чашку в чашку уберу ее сама вот и попытаюсь сделать из лаваша гренки с яйцом что получится не знаю так ну что-то у меня получилось много нарезанного хлеба мы не съедим куда-то столько на варганила что не съедим то потом перекусывать только и вот хочу что снимаю видео достичь какие чички у нас курочки хорошенькие крупные несут красотулечки не зря и бабушка там накармливает у нас травку все лето рвали молодцы и сейчас они из сена выбирают но короче мы их любим они нас любят вот все завтракаем бабушка давай этот на обед у нас там подливка есть еще и вот давай пищу индейцев вот эту сварить кино кино а попробуем но на это вот пообедаем а там я не знаю что место надо достать мясо или что достать и наверно это что попало поедим вот это доедим что что у нас остатки есть а вечером настроение до косточки мясо достать что нибудь сделаем там и курятина и свинина баранина а давай этот на жарим рыбы вот мы недавно делали рыбу ну давай еще рыбы дай больше нам нас перемен чтобы не перемерзла 3 дня выходных я сама говорила что я хлеб не ем ну хрен с ним с диетой с этой как можно не покушать когда еды доходит на такие диета куда девается я сегодня это 12 же но я сюда прям сильно есть хочу не хочу терпеть да и просто начала гренки жарится я это любимое с детства не пока теплая любимая с детства и да всегда ждали когда утром просыпаешься еще знать еще любила папка просыпаться у нас папка всегда утром свежий чай заварил он сам всегда крепкий чай пил вот и он просыпался всегда заваривал свежий чай жарим картошку или знаете monkey же жарим жарила салом с луком и блин всегда такое вкусное сало получалось так я с утра у меня всегда ты с утра луку давай сало и вот никогда он его нет я встану жарить него обязательно сожгу он прям вот стоит переворачивает его у него там прямо молодец она у него прям такое может быть ну миллиметров пять может быть вот так нарежет и она внутри у него прям такой прозрачный кого кушаешь она не жесткая и шкурочка не жестко ну короче обалдена консанскую резал свиней свиней все же у него жесткая я когда жарить начинаю у меня начинается то там пережарится то тут так он следил он не отходил от него но представьте утром просыпаюсь такой запах вкусный он для себя так обсмаливал но просыпается чайок свежий и сальца жареная либо картошка жареная и вот мы уже замуж шестой вышли и мы все равно вставали вставали всегда и всегда он жарю для всех огромную картошку либо оль огромную сковородку либо сало с луком либо картошка замуж повыходили замуж повыходили все жили толпой ну мы там за стенкой жили вообще у меня с утра жила ну на километра два да наверно было от дома с километра пусть она завтра к нам все приходили к нам это вообще что-то было всегда и вот это так сполочает вот это вот вот это воспоминание на всю жизнь до моего так не охота на улицу идти там так холодно но она может быть не так и холодно когда в середине зимы эти эти градусы которые там градусов надо 17-15 час зимой идешь это нормально еще просто не повык этому холоду нужно зачистить эти час маленько настроить пойду дружка накормили дружок замолчал ну я курям сходила яйца смела и посмотрела как у них тепло тепло а что яичко они у нас молодцы прям молодцы курочки наши ну еще только день начался они с утра несутся всегда несутся в течение дня нам хватает и все продаем у нас клиентов у нас излишки есть когда девчонки знакомые приходи и продаем яйца вчера в город ездила с работой мы до 12 работаем сельский час называется на женщина сельской местности работают до 12 конторы домой едут на автобусе поехал по рецепту таблетки забрать вчера снежина валил трое суток короче говоря закрыты направление вот наша близко типа дорога плохая не грану нас всегда зима неожиданно и всегда не закрыта вообще не ну чё я там она понятно там у них горы и так далее у них там хрен заберешься если не подай почистить там фиг заберешься вот а у нас то и мы же поехали форды же пошли с конторой вот дорогу чистила дорожная служба вчера три раза я видела каш понимаю что этого мало для такого этого ну как бы для снегопада но между тем нет автобокзал закрыт мне пришлось ехать опять на рабочем автобусе мужиков везет на карьер рабочий автобус 6 часов ждала замерзла как собака а сюда приехала у нас тепло ну как тепло значительно теплее трое суток с маленьким перерывом танцем маленьким снегопад это для кирпыдок этого завтра по прогнозу плюс три днем вот этот снег который весь нападал он завтра весь растает но весь конечно не растает наверно за курочка бы покрылся и чтобы не еда не сдула нам клубнику закрыть эту клубника у нас вымерзает у наша здесь вроде как и все юг красноярского края хакасия ну вот в нашей деревне она вот у дочери она у меня работает в теории у них там и морозы сильнее но у них снег хорошие вот снегом все закрывается у них не вымерзает в горах потому что высокогорье а у нас все вымерзает все выдувает и даже деревья вот не растут эти фруктовые господи да фруктовые деревья фруктовые растут где у кого высокие высокие заборы нас этот ветер ну короче говоря проблемная вроде как и юг ну вот так юг юг тоже до 40 градусов и чуть больше бывает не постоянно но между тем так что такие дела ладно пьем чай всем приятного аппетита кто завтракает